Всех снова приветствую, с вами я, Алексей, и мы продолжаем играть в Fallout 2. Ну и да, мы с этой девушкой уже поговорили, получили опыта. Здесь вот давайте попробуем, но скорее всего у нас, конечно, не получится то, что я задумал. Так, это ничего не даст, всё правильно. Значит, поговорим с этим парнем. Не найдётся мелочи для ИК, безработного фермера? Расскажи мне свою историю. Именно так нужно спрашивать, потому что, по сути, от того, что мы купим ему обед, нам ничего не дадут. Ну, разве что кармы, возможно, хотя... Хочешь, я куплю тебе горячий обед? Давайте попробуем. Я вообще-то сейчас не голоден. Может, ты дашь денег, и я куплю поесть потом? Да. Ах, ты пройдоха, наверняка ты собираешь деньги, чтобы потом купить на них наркотики, да? Про прудоха, как ты говоришь, ИК? А ну, возьми с собой свои слова обратно. В общем, нет, это не хороший вариант. Давайте, короче, загрузимся и просто спросим у него. Расскажи мне свою историю лучше. Он быстро трезвеет и начинает свой рассказ. Перед тем, как прийти сюда, я был добропорядочным гражданином. Я был мирным фермером и работал в поле так же, как все остальные. А потом по ночам стали появляться они. Их кожа была полностью белой, что светилась в темноте. Надо признаться, это до чертика меня напугало. Ночь за ночью они приходили и воровали зерной скот. Я ничего не мог сделать, чтобы остановить их. Я знаю, что ты скажешь. Почему ты не попросил у кого-нибудь помощи? Я тебе скажу, я просил, никто мне не поверил. Все решили, что я спятил, и в конце концов я больше не мог этого выносить. Я больше не мог этого выносить. Я просто встал и ушел, и пришел сюда. С тех пор сижу здесь. Карл начинает безутежно рыдать. Вы решаете оставить его наедине с его бедой. В общем, вот такие вот дела. Лучше узнать. Именно вот так надо поступить, потому что если он плюхнется, то, скорее всего, мы о нем ничего не узнаем. То есть... Потом будет квест, связанный с вот этими вот людьми сияющими. И, в общем-то, мы сможем что-нибудь с этого пойметь. В том числе вернуть Карла, собственно, туда, где он живет. Так, теперь шифт. Ну, шифт здесь, как вы поняли, работает. Кое-что он делает. Видите, подсвечивает всякие там камешки и так далее. Так, пожалуйста. Ну же. Во. Я смог камень взять. Господи, как это прекрасно. Так, и здесь нам нужно подойти вот сюда. По идее. Так. Сулик, не мешай. Сулик, жулик. Вот. Не могли бы вы сказать ему, что я не могу? Постойте, кто вы? Вы не работорговец. Что вы тут делаете? Меня зовут Парадим. Я здесь, чтобы вас вытащить. Ух ты, вы можете сделать это для меня? Я сделаю для вас все, что угодно, если вы поможете мне из этого выпутаться. Проблема только в том, что Метгер... Метгер держит... Меня в заперти, пока я не починю рацию. А у меня нет нужных деталей. Вы можете сказать, где находится убежище 13? Да, может, я и смогу помочь вам, но сначала придется вытащить меня отсюда. И как мы это сделаем? Мне нужно починить рацию. Если вы поможете мне сделать это, может, мы с ним и договоримся. Где я могу достать детали? Я знаю, что я могу это сделать. Мне просто нужны запчасти. У меня дома в Кламате есть старая рация, которая бы мне как раз подошла. Вы были у Дантана. Мой дом, ну, к востоку их заведения. Пойду поищу ее. Спасибо, пока. Вот, в общем-то, нам нужно будет возвращаться в Кламат. Это 100%, просто гарантирую вам. Ну, в принципе, ничего страшного в этом как бы и нету. В том, чтобы вернуться в Кламат. Или в Кламат, или еще куда-то. Так. Ну, и, в общем-то, да. Какие у нас характеристики? Разговор всего лишь 43. Ну, нужно хотя бы 50 разговора иметь. Нам на самом-то деле. Во, книга. Цветок лаванды. Теперь, собственно, нам нужно вернуться туда. И что-то сделать. Так. Вот сюда нам нужно возвращаться. Так. Ну, во-первых, к Беке. Вроде бы. Включаем, чтобы дети не воровали. Не люблю ворующих детей. Чем я могу быть вам полезна? Есть еще работа для меня. Дерек взял у меня книгу почитать. Уже довольно давно. Я заплачу 80, если сможете вернуть ее. Расскажите мне поподробнее. Книга называлась Цветок лаванды. Дерек обычно ошивается у закусочной мамаши в восточном районе. Я уже нашел ее. Вот видите, можно так вот сразу ее издать. Не нужно повторно подходить к ней. Ой, как я рада, что вы нашли ее. Спасибо огромное. Вот ваши деньги всегда, пожалуйста. Даже не пришлось никому идти. Ну и теперь подходим к этой даме и слушаем ее историю. Ну, собственно, потому что оказалось, что вроде бы нельзя ей дать нюкакову, которая у нас в инвентаре. Нужно обязательно ей купить за втри дорого. К сожалению, ее. А было бы круто, если бы можно было ей втюхнуть свою. Итак, расскажите мне, что вы знаете о создателе. Это может занять некоторое время. Будьте джентльменом. Да, вот тебе. Спасибо. Ну что ж, начнем. Помню, мама рассказывала мне о великом переселении народов, которое начало 70 или 80 лет назад. Пожалуйста, продолжайте. С юга пришли здоровенные мутанты, ростом, как мы с вами вместе взятые, и вооруженные до зубов. Мама говорила, что это было прямо как переселение народов. Сколько? Точно не знаю, но их было несколько групп. Они пошли дальше на север, другие на восток. Точнее, одни пошли на север, другие на восток. Никто не знал, куда именно они направляются. Продолжайте. Они были очень встревожены. Казалось, бежали от чего-то. Правда? Там были еще и другие в драных грязных львовых рясах. Все они бормотали что-то о смерти создателя. Интересно. Некоторые из них даже покончили с собой прямо здесь в городе. И что? Как же вы не понимаете? Они ведь говорили о создателе, о том самом, которого убил ваш предок. Спасибо за рассказ. И вам спасибо. Пока. Да, спасибо ей за 350 очков опыта. И за новый уровень, который у нас сейчас будет. И надеюсь, до 50 мы сможем докачать. Вот так вот. И взлом давайте докачаем до 40. Это просто must have. Вы не обращайте внимания, что я вот эти вот два навыка пока что не качаю. Мы их потом будем качать, когда они нам будут более нужны. Сейчас, так как я, то есть, не перемещаюсь в новые города, я стараюсь, то есть, по сюжету идти и на полнейшее прохождение сделать, то нам нужны именно вот эти вот навыки. Разговоры взлом. Именно поэтому они у меня в идеальном пилде, собственно, идут как основные оба, а не один только из них. Вот, собственно, и все. И теперь, теперь мы идем, пожалуй, вот сюда. Так, давайте-ка сохранимся на всякий случай, а то мало ли вдруг что-то запорим. Так, тут тоже дети, надо быть осторожным. Ну и, в общем-то, сюда подходим. И вот здесь у нас, значит, ты, привет. Я Фрэнки, а это вот яма. Лучший распроклятый бар на тысячу миль вокруг. В яму все валят, когда хотят расслабиться. Только смотри, чтобы от тебя неприятностей не было. Ясно? Ясно, ясно. И чего бы вам хотелось? Виски. Виски 20 долларов за порцию. Почему это виски у вас стоит настолько дороже, чем у Бекки? Эти семьи из Нюрена за свою выпилку три шкуры дерут. Не знаю, как ей это удается. А выяснить не пробовали? Если узнаешь, где она берет бухой, я тебе заплачу 100 баксов. Ладно, я выясню. Ну и, в общем-то, вот так вот мы берем задание. Но я сначала здесь пороюсь еще. Может, тут что-то есть. А может и нет. Но, тем не менее, надо проверить. Я почему-то плохо запоминаю, что здесь где находится. Так. О, ломик. Точно-точно, ломик здесь есть. Здесь, насколько я помню, ничего нет. Не буду даже проверять. Потому что время, деньги, как говорится. Тут вот проститутка еще стоит. Можно, короче, с ней заняться кое-чем. Так. Дальше сюда идем. И выяснить. Выяснить. То есть, выяснить. Мы у нее уже спрашивали, типа, что у нее это семейное дело, алкоголь. То есть, на самом-то деле, у нас уже есть подсказка, почему у нее такая дешевая выпилка. Потому что она сама ее гонит. Я на самом-то деле не понимал, почему нельзя просто так взять и сказать о том, что, типа, вот у нее, типа, есть самогонный аппарат. А оказывается, нужно, собственно, его своими глазами увидеть, так сказать. И для этого нужно прийти сюда и, типа, спать 10 минут. И теперь, собственно, сохраняемся. И сейчас этот парень должен пойти будет. По идее. По идее, он должен будет отойти отсюда. Э! Отходи давай. Во! Отходит, зараза. Так, теперь вот так. И два. И нужно успеть его вскрыть и открыть дверь, собственно. Больше не трогай. Ну, давайте перезагрузим. Видимо, не повезло. По идее, должно хватать нам навыка. Я надеюсь, он в этот раз отойдет. Парень. Парень, парень. Давай, отходи. Блин. Че у него обнулилось все. Во! Ну, замечательно. Он тоже отходит, когда мы отходим. Так, два. Пробуем опять. По идее, должно хватать навыка. Нужно... Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Замок заело. Нельзя так делать. Так, ну... Во! Видите, какой он хитрый дофига. Отходит только, когда мы отходим. Так. Так. Есть, 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 есть. Все, открываем. Хух. И теперь попадаем вниз. Так, так, так. Все. И теперь, то есть, мы можем посмотреть на самогонный аппарат. Вы видите, самогонный аппарат. А, так у Беки есть самогонный аппарат. Надо скорее сообщить об этом Фрэнке. Кстати, насчет самогонных аппаратов в Кламате. Можно было подойти, собственно, к бармену в этом. Ну, в общем, в салоне Гекко. И он бы, короче, нам предложил сломать самогонный аппарат Виски Боба в обмен на деньги. Но, как говорится, я же прохожу, то есть, хорошим персонажем и идеальное прохождение. А идеальное прохождение, это когда, собственно, мы творим добро и делаем максимально эффективно. То есть, для получения кармы, для остальной фигни, все делаем, что нужно. Поэтому я решил ему помочь и заправить аппарат. Так, отходи давай. Кстати, что подюхать цветочки? Дедов Масол говорит что-то там. В общем, Дедов Масол любит много чего говорить. Но он же Дедов Масол, он на то и нужен, чтобы говорить. Наверное. Так, теперь выбегаем отсюда. И бежим к этому парню. И будем надеяться, что на самом-то деле нам удастся... У нас достаточное количество, так скажем, этого. Как его называется? Красноречия. Для того, чтобы оптимальный вариант квеста выбрать. И как она это делает? Как ей удается продавать выпилку так дешево? Она сама ее гонит. У нее есть аппарат. Что? Самогонный аппарат? Черт, слушай, вот тебе сотни. Я заплачу еще 500, чтобы больше у нее аппарата не было. Можешь взять мою монтировку там, в задней комнате. Я ее, кстати, уже взял. Это же надо аппарату удумала. Нет, у меня есть идея получше. Это самая правильная штука, но для нее нужно, собственно, красноречие определенное иметь. Потому что я, насколько знаю, то есть там, если с низким красноречием прийти, то этого варианта не будет. Нет, у меня есть идея получше. Что вы имеете в виду? Закупайте выпилку у нее. Это дешевле, чем у нее рена. Так что вы тоже останетесь в выигрыше. Ну, блин, она в три раза дешевле ее продает. Тупо закупай у нее и продавай по 10 баксов. Всяко людей будет все равно больше, чем если ты ее продаешь по 20. То есть, закупай у нее по 5, продавай по 10. 5 навара. То есть, в чем проблема? Я не понимаю, почему он сам до этого не догадался. И к тому же начинает, типа, раз у меня нету дешевой выпилки, давайте разрушим, короче, и ей. Сделаем плохо. То есть, это совершенно неправильный метод у него мышления. Так его бар действительно закроется. Потому что, ну, собственно, ну вот видите, у него абсолютно предпринимательской жилки нету. И вообще, то есть, ничего у него нету. Он, как злобная быдла, пытается все уничтожить и разрушить. Это плохо. Закупал эти выпилку у нее. Это дешевле, чем юрина. Так что, вы тоже останетесь в выигрыше. Может, это и разумно. Я поговорю с ней. Спасибо. Эй, для чего тогда нужны друзья? Еще что-нибудь? Нет, спасибо. Нет уж, спасибо. 900 опыта. Смотрите, то есть, А-400 опыта, это мы за что получили? А, за, собственно, за нахождение самогонного аппарата. Так что, мы, по сути, получили 1300 опыта и 70 кармы за это задание. И у нас уже, видите, 7300. Правда, до следующего уровня гораздо больше. Но, по идее, вот 40 взлома нам хватит для того, чтобы взломать дверь, собственно, в жилище Вика. И, таким образом, мы сможем взять его радио. Также, насчет денег. У нас сколько денег тут есть? 745. Нам нужно 1000 минимум. Ай, точно, стоп. Ай, мы же к мамке не подошли. Точно, я совсем забыл подойти к мамке, мы же там были рядом. Вот, видите, из-за этого я и перезаписывал, собственно, вот эти вот все серии. Потому что я то там что-то забыл, то там что-то забыл. Потом, там я полчаса, короче, маялся, чтобы квест выполнить и так далее и тому подобное. Но, вам же, я думаю, нужно полное прохождение, чтобы не смотреть по куче стримов и подобными вещами заниматься. Так. Чем заняться в этом... То есть, ну, давайте прочитаем. Привет, меня зовут Мамаша, я хозяйка этого заведения. Тут у меня лучшая кухня к северу от Мью-Рена. Чем заняться в этом городе? Мне нужно, чтобы кто-нибудь отнес еду с Митти. Он к западу отсюда, на свалке. Сделаешь это для меня, а я тебя бесплатно покормлю. Конечно, мне не трудно. Спасибо большое. Я бы и сама сходила, но некому присмотреть за закусочной, пока меня не будет. Вот обед для Смити. Если бы я ему не приносила, он бы наверняка забывал поесть. Я отнесу ему сейчас же. Ну и, в общем-то, этот обед, его нужно принести желательно, желательно. Можно, конечно, когда угодно, но желательно принести в первый же день. То есть, не... Как с самогонным аппаратом виски-боба. В таком случае мы получим награду. Если же принесем позже, то не получим награду. Так. Вой, тут, короче, вот такой ивент. Сэр кашляет. Можете помочь бедному человеку, которому не повезло в жизни? Работать не пробовал. Типа, можно... Сказать. А тут работы нету. Ну вот, пять монет. Большое спасибо, кашляет. Очень-очень большое. Ну, типа, на самом-то деле, вы можете этого и не делать. То есть, получить одну карму. Можно таким образом. Так. Смити, бери. Кузнец, кузнечик, чем тебе помочь? Мамаша просила отнести тебе обед. Вот, не перевелись еще хорошие люди. Спасибо, комрад. Вот тебе кое-что за хлопоты. Штука полезная, всегда пригодится. Он протягивает вам стимулятор. Действительно, полезная, всегда пригодится. Вот стимулятор вы точно не получите, если, собственно, остывший уже обед принесете ему. Спасибо, Смити. Трудов-то никаких. Еще увидимся. 150 очков опыта и 10 кармы. Вот видите, фактически халявная карма и опыт. Это довольно прикольно. Довольно прикольно. Интересно, он еще у меня будет просить или нет. В общем, это единственный бомж, который там просит у нас деньги. Ну и в чем прикол? Так, давайте-ка мы с тобой поторгуем. И да, алкоголь на самом-то деле ему не нужно отдавать. А вот цветки и корни я бы отдал, наверное. Ну, на будущее. Потому что, по-моему, стимпаки будут. Будем с помощью них делать. Так, копье у него, блин. А вот копья надо было бы наоборот забрать. Так. Нужно вообще все это попродавать было бы. Так, бери вот это, бери вот это. Сапоги нам пока что не нужны. Вот это одну, по крайней мере, штуку. Ну и все. Пока все. И теперь мы, собственно, идем еще вот сюда. Привет. А, точно. Мы уже взяли квест. Вот видите, я уже не помню, брали мы квест или нет. В принципе, я бы, наверное, здесь все попродавал. Да. Нам нужно будет потом кое-что делать, поэтому лучше сейчас все попродавать. Ну и сейчас, когда пятьдесят у нас разговора, уже можно спокойненько к нему подходить. Ты кто и чего тебе надо? Я от Мецгера. Вот какой правильный ответ. И за каким хреном его барахло никуда не денется? Он приказал мне все тут проверить. Конечно, аж два раза. Никогда тебя раньше здесь не видела. Теперь убирайся. Слушай, он вызвал меня в город только за тем, чтобы проверить его поганый товар. Мне-то что? Не думаю, а теперь вали отсюда. Что? Почему? Но... Блин. Ладно, перезагружаемся. Какого фига? Может, типа, к Мецгеру подойти? Наверное, надо к Мецгеру подойти. Или же нужно пятьдесят пять красноречия, или же есть рандомный шанс. А, или может попробовать другое. Давайте попробуем еще разок. У меня раньше получалось. Я от Мецгера. Ну, он хочет убедиться. Ладно, нахер, заходи. Блин, так я ж вроде первый вариант делал, короче. Ставил. Ладно, нахер, заходи. Он что, решил, что у его товара ножки вырастут? Да и кому нужна эта хрень? Вот, пятьсот опыта получили. Замечательно. И нам нужно проверить, собственно, ящики. Вы видите ящики с различными химикалиями, которые вам точно ни на что не пригодятся. И получаем еще пятьсот опыта. То есть, тысячу опыта мы просто вот так вот за проверку красноречия получили. Довольно неплохо, согласитесь. Так, теперь, значит, дальше. Подходим опять к этой ларе. Ну что, удалось выяснить, что там такое? Химическое сырье в больших ящиках. А теперь понятно. Спасибо, вот твои деньги. И что понятно? Я видела, как пришел караван из города убежища. А кое-что из того, что он привез, забрали караваны из Нью-Рена. Да, и что же ясно. Нью-Рена у нас столица наркопроизводства. Но им же нужно откуда-то брать сырье, верно? Похоже, какую-то часть этого сырья, может быть и все, они получают из города убежища. А где Нью-Рена? Точно не знаю. Где-то на юге, я думаю. Мне там бывать не приходилось. Просто оттуда иногда приходят караваны, хотя и редко. Ладно, спасибо. Хочешь еще быстро заработать? 50 долларов, легкие деньги. Конечно. Мне надо, чтобы Мецкер дал добро свести с Тайлером кое-какие старые счеты. Узнай это у него, он поймет, что я имею в виду. Почему ты просишь об этом меня? Потому что я не хочу, чтобы Тайлер видел моих людей рядом с Мецкером. Я не хочу подставляться. Ладно. Короче, пойдем теперь. Будем мальчиками на побегушках. Ну, че поделаешь? В принципе. Теперь придется к самому Мецкеру пойти. Вообще-то Мецкера мы в будущем убьем когда-нибудь. И всех тут перебьем работорговцев. Но пока что не буду этого делать. А, свежая кровь, заходи, гостем будешь. Это гильдия работорговцев. Меня Эйдан зовут. А ты тут че поделал? Лучше бы так. Гильдия работорговцев? Ты меня задолбать хочешь? Мы ловим и продаем рабов. Ты же за этим здесь так поработать хочешь или че? Где вы берете рабов? Я об этом трепаться не стану. Мецкер меня просто замочит. К тому же нам конкуренты не нужны. Можно ему угрожать, но я не думаю, что это адекватная идея. Я понимаю. Еще вопрос. Ты знаешь человека по имени Вик? Да, Вик торговец этот верно, который всякую фигню из убежищ продает. Он попал, конкретно попал. Мецкер от него просто икру мечет. Он продается? Да нет, этот тупой урод Вик достал Мецкера какой-то рацией. Вряд ли он его продаст. Но ты лучше с ним поговори. А кто такой Мецкер? Черт! Ты что, не знаешь Мецкера? И что ты тогда делаешь в этом сраном городишке? Он глава гильдии работорговцев. Так. Человек по имени Вик. Он продается? Да нет. А где Мецкер? Он в задней комнате, прямо за дверью. Спасибо. Спасибо тебе! Так, можно мне пройти? Чуваки, вы ж меня не расстреляете от того, что я пройду сюда. Какого хрена тебе надо? Это вам кильдия работорговцев, а не огола для гребаных винторезов. Лара просила меня спросить у вас разрешение на войну с Тайлером. Да что за пчела ее вдруг в жопу укусила? Этой сучке я уже давал шанс. Вот уж не думал, что у нее хватит храбрости опять возникнуть. Так, значит, можно? Что ж, я скажу так. Предложение остается в силе. Если она считает, что может вышибить его под зад коленом, и что у нее лучше получится сторожить мое барахло, это значит да? Вот что, мне все равно, кто из них будет стеречь мое добро. Пока мой товар в порядке, мне плевать. Ладно, спасибо. 200 очков опыта получили за это. Так, насчет Вика. Он тут у нас специалист по технологиям. Из убежищ. Или так он говорит. Он теперь моя собственность. И он никуда не пойдет. Почему вы держите его здесь? Этот маленький гандон, он продал мне рацию и сказал, что она даже будет что-то ловить. А она не ловит. Я ухватил его за жопу, когда он пытался выскользнуть из города. Надеялся, что я не успею это обнаружить. Большая ошибка. Никто не может пойметь меня безнаказанно. Ему повезло, что вообще в живых остался. А что за передачи? Между Анклавом и Нью-Эй. Куда это ты нос суешь? Это бизнес. Я должен быть уверен, что никто не попытается обойти меня. Это все, что тебе стоит знать. Насчет Вика опять. Можно его увидеть? Зачем? А ладно, насрать. Только чтоб не мешать ему чинить эту гребаную рацию. И пусть лучше он поторопится. Меня уже задолбало кормить эту ленивую задницу. Спасибо. Да, и теперь мы можем подойти сюда, по идее. Безнаказанно. И стыбрить отсюда все. Ну и пожалуй на этом мы закончим серию. Да, после этого мы теперь можем подойти к нему. И типа, вот что сделать. То есть нужно обязательно, если мы хотим увидеться с Виком, традиционным образом, то нужно обязательно подойти и типа, насчет Вика, дверь заперта, можешь ее открыть? Конечно, извини, я не думал, что ты хочешь прямо сейчас поговорить с ним. Думал, ты просто интересуешься и все такое. И то есть, если бы мы просто на дверь щелкнули, то он бы нас расстрелял нафиг. Так что, будьте осторожны. Ну и да, на этом заканчиваем серию. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк, если она вам понравилась. Всем пока-пока.